Всем привет! Крайне редко вы можете видеть у меня на канале что-то связанное с декоративной косметикой и вообще. Потому что у меня ее мало. Я стараюсь выбирать так, чтобы у меня были все продукты, которые мне реально нравятся. Не люблю, когда у меня их много. Но гигиенических помад, мазок для губ у меня побольше всего. Как все мои косметики, когда я говорю. Знаете, что бы я ни использовала, у меня есть несколько фаворитов, которые я очень сильно люблю. Во-первых, это кармекс. Кармекс я не использую как гигиеническую помаду на каждый день. Этот вариант у меня только когда есть герпес. Вот это просто идеальный вариант. Поэтому, если вы не знаете, чем лечить у себя, если у вас где-то появляется, то очень сильно советую. Единственное, что самый лучший вариант для меня был, потому что они есть в разных этих вот, в таком стике взять кармекс. Здесь у меня совсем другая. Ну, неплохая. Смягчает, но не скажу, что прям очень-очень классная. Из того, что люблю использовать, это вот эта маска для губ. Я ее использую каждый день на ночь. Очень классная штука. Очень. На утро губы не трескаются и мягкие. Но единственное, что в течение дня у меня снова превращается одно и то же. Вот эти маски у меня, не знаю, я особо не использую, поэтому, думаю, скоро пойдут на мусорку. Скраб крайне редко, но использую. Гигиенические помады, они у меня разные. А вот это, кстати, на днях купила. Неплохой, но я больше люблю вот такого формата, чем бальзам. Но самый лучший, самый классный, это мой любимый белорусский белор дизайн. Маска для губ. Слышите? Ну, лучший вариант, я не видела. Но я использую единственное не как маску для губ, там, на ночь где-то. Я использую вместо гигиенической помады. Она дает такой красивый даже цвет на губах, что тебе кажется, ничего не надо. Поэтому, если у вас есть возможность продается, он, кстати, недорогой. Мне кажется, у него просто максимально доступная цена. Попробуйте. Штука очень классная. Поэтому, в принципе, если вам интересна тема что-нибудь из косметики, то, что где-то я использую, нахожу для себя, то обязательно пишите. А сейчас перейдем к творческой моей жизни. В своем телеграм-канале я делала небольшой такой обмен открытками со своими подписчицами. Получается, они отправляли открыточку мне, я отправляла открыточку и мне самое видно, что вот мои открытки, которые я отправляла в Беларусь, возвращаются обратно. Во все другие страны отправилось все. Беларусь возвращается ко мне обратно. Но я не теряю надежду, я приеду домой и им отправлю по белорусской почте. Ничего страшного. Обидно, конечно же, что они не пришли на этот Новый год, но в любом случае, как есть уже. Здесь у меня открытки, которые мне прислали. Также там была открытка с вышивкой, я вышивала. Про эту вышивку я вам тоже кое-что потом расскажу. И я снимала видео из магазина про вышивки крестиком, про то, что здесь есть. Поэтому тоже вам покажу. Ну и сейчас убирала конверты, потому что я люблю хранить открытки без конвертов. Открытка внутри подписанная. Да, к сожалению, некоторые не подписывают открытки. Но это дело лично каждого. Я всегда подписываю открытки. Кому, от кого. Ну, для меня это такое интересное занятие. Но конверты не храню только по тому случаю. Потому что я иногда люблю просто взять открытку, перелистать, посмотреть, что там за открытки. Открытки меня очень часто просто даже вдохновляют свои картинки. Вот видите, как красивая игрушка здесь. И кажется, вам уже что-то подобное сделать. Кто-то писал даже целыми письмами внутри. Очень-очень приятно. Спасибо девочкам, кто здесь сейчас на канале, подписан на мой телеграм-канал и отправляли открытки. Да, в телеграм-канале мы очень много общаемся. Мы очень много разных тем поднимаем. Ну и также иногда, вот как в этом году, я решила отправить открытки. Это была моя собственная, так сказать, инициатива. Потому что я люблю открытки. Дома я часто этим занималась. Я соскучилась, на самом деле, поэтому, вот, сейчас выглядит вот так. Пока собираю в эту шкатулочку, которую я тоже делала. Ну, а как я делала эту, декорировала, я уже показывала на своем канале. Вы знаете, у меня настолько здесь мало места, что ты думаешь, где бы ее так ставить. Она стояла тут, но сейчас у меня там стоят работы. Стоит она сейчас в другом месте. Смотрится очень классно. И причем, что под разным освещением тоже результат совершенно разный. Что хотел сказать? Я в своем видео совершенно не сказала, что да. Когда у вас глянцевый горшочек, есть шанс, что у вас термоклей отварится. Даже не есть шанс, оно так и будет. Я не сказала в этом видео, что я сделала потом, уже после обработки. Я часто что-то забываю. Так как у нас там есть гладкая поверхность, да, термоклей хорошо держится к фетру. А, конечно, даже сам термоклей кашпо нет. Поэтому я беру просто суперклей, наношу именно в тех местах, где термоклей и приклеиваю. Сейчас я просто стянула этим скотчем, чтобы мне не сидеть, не держать. И оно хорошо приклеится. Лучше всего, конечно же, использовать клей по стеклу какой-нибудь. И надежно будет держаться. А еще мне девочки в Телеграме сказали, что можно было сделать хвостики. И я полностью согласна. Ну, а еще, еще напоследок скажу. Часто читаю в своих видео одно и то же. Одно и то же. Ну, не соглашусь с вами, что это одно и то же. Вот такой работы на моем канале, конечно же, нет. Я не делала такую работу. И я всегда говорила, что даже если у меня будут заказывать одинаковых работ 20 штук, я их буду делать, потому что они все равно отличаются между собой. Вот и все. Я просто на своем канале показываю то, что я делаю. Показываю свои какие-то заказы, свои идеи. То, что я делаю кому-то, куда-то. Просто потому, что я занимаюсь творчеством по жизни. Поэтому я делюсь с вами на своем YouTube-канале. Мой YouTube-канал это не место, где каждый день я показываю какие-то новые идеи. Знаете, все придумано до нас. Но каждый из нас воплотить ту или иную идею может совершенно по-разному. Вот и все. Поэтому я считаю, что люди, которые начинают говорить, что все одно и то же, мне там это вот два варианта. Вы прекрасно знаете каких. Не смотреть или смотреть. А если кто-то от меня ожидает чего-то сверхъестественного, то это как бы надежды и ожидания других людей. Я не могу прыгнуть выше головы, как говорится. Я вам показываю то, что я делаю, то, что я могу делать. Если я чего-то не могу, если я делаю как-то по-другому, как кому-то. Но я не могу по-другому. Но что я могу сделать? У нас каждый вечер с этой стороны небо розовое с голубым. А закат у нас вот там. Общается восход солнца отсюда. Всегда очень красиво наблюдать. Заехала в магазин и, к сожалению, этой штуки там фиолетового цвета не было. Надо ехать в другой. Ну ладно. Купила. Смотрите, как маленькие наборы. У меня Милана начала шить. Ей нравится шить. И говорит, давай с тобой вместе пошьем игрушку. Я купила ткань. Вот сейчас еще рыженькую купила. Будем сшить ей кота. Большого кота. И вот тут вот такую игрушку сшить. Я ей купила этот набор. Посмотрим, что он у меня сошьет. И понравится ей или нет. Потому что дома она начала, начала шить. И купила еще яйцо. Сейчас огромное количество вот таких яиц я взяла как форму для дальнейшей работы. Хочу сделать композицию типа в яйце. Надо его соединить. Оно мне не хочет соединяться. Ладно, как мы нибудь его соединим. Здесь вообще в таких яйцах сейчас на Пасху. Пасха здесь 31 марта. Дарят конфеты. Дарят конфеты, подарки. И что хочу сделать. Это яйцо надо верхушку надрезать. Вообще можно это делать все по пье-маше. Но я так не хочу. Но все равно мне придется его быстрее всего обклеить. Как-то чем-то. Чтобы сделать красивую форму. Покрасить все как положено. Чтобы оно было. Вырежу форму яйца. Как будто бы оно там треснуло. И отсюда хочу сделать цветочную композицию. Как я сказала, искусственных цветов у меня огромное количество. Поэтому делать, делать что-то хочется. Не могу сидеть без дела. Я не знаю, или меня будет слышно. Я наконец-то на велосипеде. Этот велосипед чего только не пережил. Я тут не рассказывала. Этот велосипед в ноябре месяце украли. А затем мы его нашли. Муж мне привел его в порядок. Все поменял. Теперь можно вечерами кататься. Сегодня еще очень красивый закат. Я выехала прокатиться. Сейчас немножко пройдусь. И решила вам рассказать вообще, в чем был прикол. В ноябре месяце я с дочкой. Моя дочка на детском велосипеде. Я на этом велосипеде. Поехали в магазин. Магазин от нас приблизительно 3-4 километра. Я не помню, что она захотела. У меня еще тогда не было водительских прав. И мне ничего не оставалось делать, как ездить на велосипеде. В принципе, поэтому я и взяла велосипед у своей сестры. И получается, что я с ней ездили так в школу. И в этот день, когда мы поехали с ней к магазину, мы пристегнули два велосипеда одним замком. И самое-самое обидное, когда мы вышли с магазина, спустя минут 15 замок был разрезан, тросик, а Милана велосипед стоит, а моего велосипеда нет. Я расплакалась так, я так запереживала, потому что в первую очередь, ну, велосипед же не мой, я его взяла у сестры, а если бы я его не брала, велосипед бы стоял у нее в гараже, да. Ну, и получается, что я звоню ей, она говорит, какой-то бомж, наверное, украл, ну, мы милицию не вызывали. И, кстати, очень-очень зря. Я сказала, что, наверное, вот этот страх, знаете, что находишься где-то в другом месте, ты переживаешь, было как-то даже страшно вызывать полицию, ну, нужно было это делать. Знаете, в любом случае, нужно было. Через несколько месяцев муж моей сестры, пока другой сестры, сидит на Фейсбуке и видит, что продается велосипед. Этот велосипед продавали на Фейсбук. Конечно же, мы его узнали, потому что перед тем, как его украли, у меня муж поменял на нем колеса, потому что колеса, у меня пробивались колеса просто без конца, я выехала, они пробились, потому что она уже по крышке стерлась. И получается, что муж поменял колеса, что-то там еще сделала. Говорит, да, это этот велосипед. У меня муж 12 часов ночи поехал туда. В итоге велосипед вернулся к нам обратно, но видно было, что его украл какой-то бомж, потому что он был весь в таком состоянии, что просто страшно было смотреть. В итоге муж мне его сейчас восстановил полностью, я вот выехала покататься. И, ну, у меня всегда был велосипед, я всегда на велосипеде каталась в Беларуси, и, конечно же, мне здесь его тоже где-то не хватает. Но у меня у мужа сейчас нет велосипеда, поэтому мы вместе не можем еще скататься. А так бы, конечно же, вместе, это здорово. Так что вот так вот, сколько? Три месяца, получается, велосипед где-то погулял и вернулся. Говорит, с одной стороны, можно было бы за ним уже и не ехать, знаете, как бы, ну, потому что это было поздно, и, конечно же, люди бесплатно его отдавать не хотели, и он на него дал 100 долларов. Он говорит, ну, а смысл мне с кем-то там ругаться? Говорит, я объяснила вам, что велосипед украден, но, говорит, видно, что это не они крали, видно, говорит, они у какого-то бомжа, его, наверное, потом отжали, решили на этом заработать. Ситуация такая, знаете, как бы, двоякая, ты не понимаешь. Ну, у меня муж так спокойно говорит. Для меня просто было принципиально его вернуть. Но, по крайней мере, это было, знаете, ну, такое. Для меня, я скажу так, для меня это был очень большой урок, потому что я реально, я всегда оставляла, что в белорусском взгляде ты пристегнул, как будто в надежде на то, что у тебя никто ничего не украдет, никому это не надо, да? А получилась вот такая ситуация, я тогда плачу, я тогда так ревела, так просто взахлёб плакала. Мой ребёнок расстроился очень сильно. Ну, я приехала домой, вечером вернулся муж. Он сказал, забей, не переживай, ты здорова, ребёнок здоров, всё хорошо, это просто велосипед. Но, говорит, для тебя это будет определённым уроком. Да, для меня урок, потому что сейчас сажжусь в машину, я сразу закрываю двери. В машине я ничего не оставлю на сиденьях, в салоне, потому что я понимаю, что какой-нибудь неадекватный человек может разбить стекло, украсть сумку или что-то ему там захочется. Здесь это нормальное явление. Я теперь велосипед, в магазин на велосипеде ездить не буду? Нет. Теперь я захотела покататься на велосипеде, я выехала, покаталась, приехала домой. Если мне надо по делам, сел в машину, поехал, да? Ну, знаете, наверное, любое событие в нашей жизни очень сильно даёт нам определённый урок. Эта ситуация дала мне урок, велосипед вернулся, всё, теперь я буду поступать по-другому. Да. Милашка, не злись. Не злёкайся. Нет, ну не буду. Получилось красиво. В смолу можно, видишь, разные-разные ракушки. Можно делать видео? Да, я потом вставлю в свой ролик. У меня племянница по набору, решила сделать себе панно из эпоксидной смолы, и я немножечко ей помогала. Смотрится, конечно, здорово. А ещё они ездили на океан и привезли огромное количество разных ракушек. Ну и, конечно же, пару штук я взяла себе для какой-нибудь из дальнейшей работы. На меня попало! Приехала за продуктами в магазин Walmart, и здесь осталось ещё немножко пасхального. Но, знаете, вот безумно красивые вот эти кролики. Они пушистые. Есть маленькие, а есть там вот побольше. Знаете, я показывала в своём телевизорном канале, и очень многие удивились. Во-первых, грибочки. Смотрите, это бумага, обычная гофра. И меховая верхушка. Кстати, у меня такая ткань есть. Хоть бери дело, это только пасхальная работа и грибы. Это, конечно же, выглядит немножко странно. Так, морковки. Морковки из такой же ткани. Сверху от кукурузы эти крашеные. Так, здесь там такие же. Здесь вот такая вот морковка. И это всё скручено проволокой. Можно, в принципе, тоже подобное что-то сделать. Так, тут из ткани морковки. Оно внутри пенопласти. Сверху тоже бумага. Вот кролики ещё в таких цветах. Это поставки для яиц. Пенопластовые яйца я себе покупала. И вот этот венок. В венке, кстати, вот эти же яйца. Но смотрится он за счёт цветовой гаммы безумно-безумно красиво. Ну и такое. Было тут, конечно, больше всего. Просбирали. А здесь что-то похоже на гирлянду. Тоже морковки сделаны из бусин. От большой до маленькой. Здесь у нас падают уже листики. Разные. И, в принципе, всё, что в Умарте есть. Пасхальное яйцо. Вот такие кролики. Побольше. Как я использовала, да? Похожие только. Видите, какой похожий. Уже без ушей. И яйца. Одно такое яйцо на палочке стоит 54 цента. Одно яйцо. Смотрите, 54 цента, да? Вот этот набор 3,48. В общем, конечно же, выгоднее этого купить. Ну и всё. Осталось одно зелёное яйцо. Которое я тоже покупала здесь для своей композиции. Кстати, знаете, что интересно? Они здесь именно сделаны были как вот всё в одну коллекцию. Потому что вот эти яйца, оно тоже, видите, цвет кролики одного же цвета. Чтобы можно было собрать определённую, наверное, композицию на столе и сделать красиво. Мне так нравится. Вот этот большой стоит 9,98. Маленький по 4,92. Вот сделала бы себе, купила бы. Большого и маленького на камин. Ну, классно же, да? Ну, классно же, да? Попробовать. Честно, я никогда не думала, что они такие высокие. Почти моего роста. Ну вот, но мне по плечо получается. Капец. Такие уже красивые. И тут шишки. Большое количество шишек, потому что во дворе одни сосны. Я приехала за своей дочкой к подружке. Очень классные. Я вышла на улицу, чтобы показать. Здесь более естественный свет. Он реально розовый. Он розовый. И он очень вкусный. Я скажу, что он вкуснее для меня, чем обычный ананас. Вкуснее. Он более сладкий. Нет какой-то кислинки, что ли. Ну, знаете, я люблю вообще пробовать что-то необычное из фруктов. Вообще я люблю. Мне кажется, наверное, все фрукты. Поэтому я не могла ни поехать, ни купить, ни попробовать. Они вообще продаются 30 долларов за одну штуку. Но здесь в магазине Safeway у меня сестра вчера была. Они там были по 12.99. И все, кто видел стоить, наверное, уже поехали за ананасами. Поэтому, если у вас есть возможность где-то попробовать, обязательно попробуйте. Сейчас ехала. Здесь вот такие красивые деревья цветут. Я специально заехала, чтобы сфотографировать его. Ну, какое оно красивое. Я не знаю, что это за дерево. Но оно красивое. А цветочки... Ой, с высоты цветочки чем-то похожи. Такие кустики, что ли, я видела когда-то. Это очень круто. Еще сегодня какая-то туча идет. Я так хотела сегодня поехать погулять. Я нашла тут есть парк, где растут лотусы. Лотусы, говорю, лотосы. Посмотрим, попадут туда или нет. Не знаю, кстати, цветут они сейчас или нет. Но мне просто хочется попасть туда. Ехать всего лишь 19 минут. Это деревья. Это кедр. Это всеми нами любимые шишки. У кого-то они растут, у кого-то нет. Нет, сейчас посмотрю, или найду. Это, кстати, мужские шишки, как многие говорили. Потому что нету сейчас их. Растрепали белки все. Это шишки розочки. Что-то я ни одной шишки такой не вижу. Интересно. Нету. Короче, вот. Сам кедр у него отличается. Он есть гималайский, атласский и ливанский. Ливанского осталось очень мало. Прям очень. У нас сейчас потеплело, но сегодня дождь. Я, конечно же, дома сидеть не хочу. Поэтому сказала, поехали куда-нибудь погуляем в какой-нибудь парк. Не знаю, что за парк. Что-то такое маленькое. Погуляем, посмотрим. Здесь одноразные цветочки здесь. Здесь апельсины, лимоны. Говори, туда не ходи. У меня муж страдает. У меня вон на пыльцу аллергия. Там что-то за забором прячется. Какие-то цветы спрятали за забором. А вот это дерево казуарина. У нее мягкие, длинные-длинные иголочки. И шишечки на них вот такие. Но сейчас на земле я нашла только вот это. И такие малюсенькие. Но у меня нет пакетика. Шишки очень красивые на них. Их хорошо добавлять в работы. Как, знаете, маленькое дополнение. Новогодние игрушки мы делаем там малюсенькую какую-то. Поэтому красота. Но я их встречаю здесь не часто. Я люблю такие местечки. Зачем ты ее попробовала? Попробовала оливки на свою голову. Очень интересные листья. Плакучая туя. Классная. Как называется, я не знаю. Таблички? Нет. Вообще ни одной таблички здесь нет. У тебя здесь очень-очень интересно. Ой, я сегодня такое дерево фотографировала. Сейчас, кстати, вблизи покажу. Покажу листья. Сейчас я тебе скажу. Вот это. Толстая. Сейчас. И походу я не знаю, что это за толстая сосна. Не очень сколко. Это не сосна. Это как возле этого. Оралкария называется. У нее нога как у слона. Не нога, не сколко. Ну, лёжно. Это оралкария. У нее огромные шишки есть. Еще как-то она там по-интересному называется. Это всеми известные березки. Здесь даже что-то написано. Когда ее посадили. Я не вижу, я не вижу. Таблички повесили в 24-м году. Берез, кстати, именно в Калифорнии мало. Они есть, но их очень мало. А вот когда я была в Филадельфии, с другой стороны, там берез было, кстати, очень много. Красивая пальмочка тоже. Но вот это, надо поискать, что это вообще за дерево. А это сосна. Шишки на которой, в принципе, почти обыкновенные. Очень похожи на обыкновенную сосну. Но сорт не знаю. Только что здесь, в этом парке, не написано, как называются эти. Шишку надо высушить. Посмотрю, какая она раскроется. Такое надо сполоснуть, потому что она в песке. Наверное, я бы сказала бы, что здесь очень интересно наблюдать за природой. Максимально интересно, потому что ты видишь разнообразие, огромное разнообразие растений, тех, которых ты не видел никогда. Поэтому я по таким местам очень люблю ходить, по всяким разным ботаническим садам. Ну, а потом, конечно же, изучать, что здесь есть. Картины? Так мне надо приехать сюда с Мольберта. Мне нравится, что там гуси играют с людьми. Эвкалипт. Так, а кто там прыгает внутри? Птички или белки? Непонятно. Ладно, сейчас покажу. У эвкалипта совершенно есть разные-разные коробочки. Тут, кстати, будут очень красивые. Буду знать, куда ехать собирать. Здесь, по-моему, такая же. Немножко другая. Здесь еще в гольф играет. А там, что интересно, люди играют в гольф, а гуси игря... 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 игряет. Что я много заговариваюсь? Люди играют. Люди играют, а гуси помогают, походу. Их тут так много-много. Какая прелесть! Ну, мерзко дождь валит. Я поехала кататься на велосипеде, и я думаю, я просто сейчас кружочек здесь делаю, но я никогда не беру с собой рюкзак до близко. И очень зря. Здесь сосны. Кстати, шишки. Тут белки, конечно, их уничтожают. Я пару штук себе взяла. Мне, конечно, не во что положить. У меня тут есть просто кармашек в лосиных. Поэтому... Ну и вот такие вот парочка закрытых. Они, конечно, вряд ли, может, раскроются. Потому что здесь лежат на солнце. Но пару штук хотя бы. Потому что у меня нету маленьких шишек для работы. А здесь... Тоже ты вовнутрь-то не зайдешь. Но есть вот тут сосны. Надо зайти сейчас посмотреть, что там. Может... Надо, наверное, приехать, потому что у меня здесь очень близко от дома. Ну что, поставила велосипед. Кстати, видите, как муж его красивенько переделал. Все сделал. И остановилась возле этих шишек. Мало хороших шишек на земле, конечно же. Потому что... Потому что белки. Что я хотела вам показать. Это, знаете... А бы пройти мимо, конечно же, я никогда не могу. Я когда-то, может, уже и показывала. Посмотрите, сколько здесь шишек сверху. Они все разные. Но в основном здесь шишки... Прошлогодние будут. Потому что они... Они очень серые. Грязные. Но... Но... Но на ветках они смотрятся. Их так много. Это так классно. Хоть бери такую ветку. И ставь ее себе в вазу. Вместе цветов. Боже, что там падает. А я безумно люблю самолеты. И сейчас я приезжаю сюда в аэропорт, наблюдаю. И в этом месте можно сделать фотографии. Знаете, как любят все делать, когда на с тобой пролетает самолет. Вот-от-от. Но я сюда еще никак не доехала. Один раз приехала, здесь нет никакой парковки. Я побоялась парковаться вот тут. Поэтому уехала. Но надо будет приехать с кем-то. И тогда можно будет сделать фотографии. Ну, а еще здесь в сентябре месяце проходило аэрошоу. И я снимала видео. Я показывала в своем инстаграм. Я почти сделала видео на ютуб. Мне просто хочется туда озвучить и договорить. Я вам обязательно про него расскажу и покажу. Я была просто в восторге от того, что я увидела. Потому что в Беларуси никогда такие шоу не проходили. И для меня это очень было интересно. И, знаете, те эмоции, которые там были, это, конечно, не передать. Небо сегодня, как вы видите, просто какое-то нереально красивое. Вот таким образом возле аэропорта выглядит дороже, как надо велосипедистам. Я еще не знаю... О, господи, как он меня перепугал. Жесть. Это ужас какой-то. Короче, вот так тут бывает. Хорошо, если здесь олени еще, косули какие-нибудь не по выходе. Меня тут встречает тигр. Вообще бездомные коты здесь это огромная-огромная редкость. Не знаю, как, может, в каком-то другом месте. Но именно здесь, в Сакраменто, я их встречала очень мало на улице. Кстати, что самое интересное? Людей нет. В воскресенье, 5 часов вечера. Все люди отдыхают. Но мы, конечно же, гуляем, потому что нам интересно. Вообще любители походить пешком. Поэтому очень мало людей. Окурии. Как я люблю камушки. Что там для меня? Кофточки, платья. Мне нравится столчик со столик. Настойка, как у мамы. Я вообще за любое творчество в городе. Смотрите, типа лавочки. И здесь плитка. Керамическая от разных-разных людей здесь. Там еще сделано. Не сидит она вообще дома. И каждую свободную минутку, именно когда на выходных, мы стараемся куда-нибудь выехать. Я не взяла свои очки. Сегодня мы приехали в город Оберн. Он называется. Так пишется. Обурн. И написано, где, как и везде. Это старый город. И знаете, что интересно? Здесь старые города. Они выглядят реально, как вот старые. В них везде есть донтаун. И когда гуляешь, ты погружаешься в эту атмосферу прошлого. Это очень интересно. Здесь таких городов очень много. Современное, что-то новое. Я думаю, мы можем увидеть во многих листах. А вот старые, вот эту вот историю, ее можно найти не всегда и везде. Многие, я знаю, что страны пытаются сохранять историю своих городов. Это все. Многие нет. А здесь что? А здесь куча-куча все продается для сада. Это круто. Алексей фотографирует автомобиль. Классные старые автомобили здесь, конечно. Люди же ездят на них. Кто-то восстанавливает, а кто-то нет. Кто-то вот ездит так, как оно есть. Кстати, даже многие окна не закрывают. На какие-то покрытия. Велик. Мне нравится джинсовка. А, это вышивка. Может, говорит, платьишки, как ты любишь. Все закрыто сегодня. Что там? Барбершоп. Да, посмотри, как внутри. Старые стулья античные. Все, как раньше. И это крутится, знаешь, когда работает? Да. Так, у меня тени, чтоб немало видно. А ты прям в стеклу так прожми. Угу. Прикольно. Только знаете, что тут противно? Волосы. Убирать-то надо, наверное. Домик Барби. Ну, здесь еще есть один. Во, розовый. Потому что, говорит, надо же было забомбить дом весь в розовом. Но этот кукольный. Почта. Вообще, Калифорния, если кто-то знает историю, помнит, была такая золотая лихорадка. Поэтому сейчас здесь огромное количество разных памятников, разных музеев. И в истории очень много про это все рассказывается. Мы уже были в нескольких музеях. Ну, я же тогда ничего не снимала для этого. Там было, на самом деле, очень интересно. Здесь какие-то старые паровозы, которыми, наверное, возили это то самое золото. Надо будет прочитать помольше. Hi. Здесь, наверное, магазин велосипедов открыли на месте, где были раньше велосипеды. Сейчас здесь старые велосипеды. Надо посмотреть, что там. Сейчас, знаете, так идешь, 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 а в самом конце туалет. Мы сначала думали, что это ресторан, а это туалет. А вы знали, что существует сад для медитации? Я нет. А это он. Я туда дальше не пойду. Мне помедитировать не надо. Но это для меня что-то необычное. Это сад для медитации. И выглядит этот сад еще дальше вот таким образом. Необычно. Придумают же люди разных всяких штук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова